Всем привет! Мы продолжаем проходить не на куни, но, как вы помните, в прошлый раз мы дошли до босса, но внезапно оказываемся почему-то в королевстве. Так вот, между эпизодами я успел побегать немножко поднакачаться, сделать еще квестов в стриже, точнее в беркуте. Но, по сути, квесты беркута, они, я так понял, повторения, ну, как, не знаю, в Fallout 4 одно и то же, да? У нас в королевстве закончилось исследование в швейной мастерской, после чего, видите, у нас теперь ранг вот этого молоточка С. Соответственно, у нас ранги всего С, и мы можем с вами улучшить королевство. Ну, тем временем я еще подкопил денег и не хотел делать этого без вас. То есть, если исследование черт с ним, то королевство все-таки хотелось бы посмотреть вместе. И давайте с вами улучшим королевство. Смотрите, у нас сейчас с вами прирост казны 7500 в час. Когда мы его улучшим... А вот и наше новое славное королевство. Уровень королевства повысился, ваше государство стало больше и вступило на новый этап развития. Так, ну... Да, спасибо, Роланд. Как-нибудь это можно быстро делать, чтобы он каждый раз нам не говорил это. Ну, ладно. И тем временем давайте посмотрим управление. Теперь у нас с вами 9500. Ну, на 2000, считайте, мы с вами казну увеличили в час. То есть, в среднем 2 эпизода 2000. Это неплохо. Ну, я посмотрел какие-то гайды по тому, как быстро строится и так далее. Нашим первым зданием должна стать вот эта вот площадь, которая стоит 25 тысяч. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Ну, тогда мы вот здесь сможем построить институт технологии, который в свою очередь сделает строительство остальных зданий. Ну, точнее, там будет исследование, которое сможет сделать строительство основных зданий дешевле. Но 25 тысяч, конечно, нам надо еще накопить. Ладно. Про то, что я улучшил скилл Роланда, я сказал. Еще я чуть-чуть обновил снаряжение. Там, ну, всякое, но выпадало. В частности, по-моему, у Эвана теперь мореходные туфли. Защита от огня и регенерация мана во время боя. О, а тебя, дядя, кстати, мы давно не трогали вообще. Может, тебя хоть чего-нибудь надеть? А то вдруг он нам таки попадется, а он у нас вообще не в теме. И амулет какой-нибудь. О, ладно. Оружие. Ему можно просто оптимизировать. Супер. И лук. О. У Шанти даже не лучший лук. Давайте вот так. А Шанти тогда возьмет себе вот этот композитный лук тени. Ммм, неплохо. Так, броньку мы ему поменяли. Здесь все как было, так и есть. Ну что ж, а теперь мы можем смело отправляться дальше в путь. Королевство улучшено. Денег начинает приносить. Денег нам надо теперь много. В лес мира. Ммм, в Чернолесии. Да. Ой, там, кстати, был добавлен новый пост. Волания теперь большая страна. Карл, наконец-то у нас теперь самое настоящее королевство. Даже крепостная стена появилась вокруг замка. Территория тоже расширилась. Теперь можно столько всего построить. Ну, например, вот если бы у нас был трактир, босс был бы очень доволен. Потом хотелось бы центр тренировок получше. В общем, потихоньку будем превращать Иволанью в великую страну. Трактир, это ты ведь для себя хочешь? Нет, чего ты взяла? Хе-хе. Мы с вами готовы. Единственное, я не знаю, что это за босс и к чему у него уязвимость или неуязвимость. Железный царь дерева, это оно, я уверен. Но пытаться будем. А, еще я наготовил еды кучу. В целом, мы с вами должны быть готовы. Ух ты, это дерево огромное. Такое деревцо уж точно не подведет. С таким материалом у нас уж точно будет супер корабль. Да, но старейший Нир говорил, что где-то здесь поселился свирепый монстр. Не расслабляйтесь, возможно враг уже заметил нас. Ну и он не заставляет себя ждать, да? У-у-у. Что это за штука такая? Хранитель царь дерева. Райго. А, Райго. Мы сможем в бою прям переключиться? Фигас 2. Ну, окей. У нас есть как минимум три румяных хлеба. Я думаю, мы каждому по батончику с кормлем. С кормим. Ха, да мы его сейчас быстро одолеем. Я так понимаю, он сейчас молнией нам зарядит. Ой, пуняши, 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 помогаши. Я так понимаю, одна из лучших стратегий в итоге это кайп. Кайпить пока кайпится. Ну, кстати, действительно, для 32 уровня он не слишком суровый. Но мы тем временем своим пару уровней-то набрали. Пока все вот это происходило. А? Что он там задумал? Ой. Сейчас что-то будет. Не спускаем с него глаз. Я бы с удовольствием, если у меня камера на него вообще смогла спокусироваться. Где он? Ой-ё. Ой-ё, вот он. Нашли. А, ну он хотя бы упал. И вот эта вот волна, которую мы улучшили, она прям, смотрите, на 300. Ой-ё, 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 ой-ё. А, ну ладно, он куда-то в паниши и в наших выстрелил. Держи, дядь. Ух, ух, какого она с хорошим пришла. Не зрею и ушел. Ха-ха. Вей. Куняшики. Куняшики, комбоняшики. Ага, и он опять сейчас будет прыгать, да? Ой, ой-ёй-ёй. Ага. Увернулись. Где он? Ух. Снова увернулись. Слушайте, нормально. Ау, 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 вот это нам пришлось. Простите, я просто очень сосредоточен, поэтому периодически молчу. Ага, во, наконец-то. Давайте его колбасим, ребята, давайте колбасим. Ну, роллом. У-у-у, 500. И ценевые куняшки. Давайте не выпускать его из станок возможностей. Ага. Сейчас еще что-то будет. Ладно, фуняши, субой. Угу. Ну и что он? А, вот он. Вижу. Так. У-у-у, фуняши, субой. Во. Давайте заколбасим уже, гада. Фух, супер. Супер, слушайте, вот это было хорошо. А что нам дали? Что ж, Райга повержен. Теперь железный царь дерева можно безопасно рубить. Передадим эту вещь анкору и его товарищам. Совсем скоро они смогут приступить к строительству нашего корабля. Буран, ветра. Ммм, новый пустый комментарий. Мальчик, загадка. Догадались, что это за место? Я оставил там кое-что ценное. Обладателем этой вещи станет первый, кто найдет тайник. Удачи. И опять трудная задачка. Кто-нибудь вообще способен это найти? Ну, это где-то здесь. Но... Блин. У-у. А вот здесь, смотрите-ка, есть куда-то наверх проход. Мы можем по нему подняться, нет? Не, нам не дают. Ай-яй-яй. Я просто помню вот тот алтарь фуняши, который был, и мы не смогли так ничего ему скормить. Мне из-за этого очень обидно. Я пытаюсь найти еще алтарь фуняши. Ну ладно. Видимо, его здесь нет, поэтому мы с вами отправимся прямиком в Порди Винт. Да. И чувак уже готов принять у нас квест. Говорите, вы нашли превосходно-древесинового лесу Нира? Вау, ну вы даете. Это же просто мечта корабельщика, построить корабль из дерева, выросшего в лесу Нира. Мы с ребятами уже подготовились по полной, ведь для нас, порди Винтских корабельщиков, рубка дерева и его транспортировка – важная часть процесса. Ну что, братцы, приступим! Деревца за деревцем, перевезем драгоценный материал из леса Нира на нашу верфь. Лучшие мастера, снабженные лучшим деревом, начали строительство корабля для Эвана и его команды. Порди Винтские корабельщики трудились на славу, вкладывая в работу всё своё мастерство. И, наконец, великолепнейший корабль, способный противостоять любому шторму, сошёл на воду. Ух ты! Ничего себе! Он вообще поплывёт? Наш корабль! А ничего, так впечатляет, правда? Теперь мы, наконец-то, сможем отправиться в Атлантос. Эван, Ваше Величество, а можно мне стать подданным Вашего Королевства? Что? Строительство этого корабля – работа, о которой я мечтал всю жизнь. Мне бы хотелось и впредь делать что-нибудь эдакое, стоящее. Кроме того, ну, вам ведь понадобится человек, способный заниматься техническим обслуживанием этого судна. Точно! Анкор, твоя помощь бы очень нам пригодилась. Будем рады приветствовать тебя у нас во Волании. О! Если честно, я уже сказал мастеру, если бы вы мне отказали, мне было бы ужасно неловко. Буду рад служить. Уу! Анкор! О, наверное, сказано не к месту, но перед продолжительным морским путешествием судно должно быть обкатано. Что? Сразу выходить в море нельзя? Ничего не поделаешь. Обкатка и буксировка судна во Воланию займет некоторое время, поэтому придется немного подождать. Ой! Тогда мы пока подготовимся. А! Верно. Вернувшись в замок, нужно хорошо продумать план предстоящей поездки. Да. Че ж нас сразу в замок-то вернули, а? К слову сказать, а что за королевство такое этот Атлантос? Есть ли там какие-нибудь достопримечательности, например, местная кухня? Атлантос – морское государство, в котором живут антропосы и ихтосы. Управляет ими королева Нериида. Что касается кухни, говорят, что королевство знаменито своими рыбными блюдами. Ого, да ты столько всего знаешь? Я изучал информацию в архиве. Мы отправляемся заключить договорный город, я бы тоже хотел посмотреть. Мне было бы интересно поучиться, как королева управлять своим государством. Хороший подход. Ваше Величество, корабль готов к отплытию. Как вы и велели, он пришвартован к ближайшему берегу и ждет ваших распоряжений. Аригото. Анкар, спасибо большое. А он так и будет ходить без штанов. Ну что ж, вперед в Атлантос. Мне очень приятно, что нам не дали выбора. Ну, типа идти в Атлантос или нет. Новый пост и комментарии. Ух ты, сколько всего. А у Шестинги? Ой, ой-ой-ой. После того, как Шестинги проиграл тот суд, он изменился. Правда, о мошенничествах вызвало большой резонанс, и когда Шестинги объявил, что не уйдет с поста верховного астролога, многие горожане были против, но теперь все рады, что он остался во главе государства. Я тоже рада. Как же хорошо, что был тот суд. Мы должны благодарить короля в Волании. Последователь Нира. Жуткий монстр, поселившийся возле Железного Царь-Дерева, наконец-то был изгнан. Теперь Чернолесье стало безопасным для путешественников. Правда, там темно и сыро, и вряд ли кто-то специально захочет посетить это место. Ну и как вам? У нас теперь есть самый настоящий большой корабль. Он еще и прочный, ведь построен из Железного Царь-Дерева. На его борту мы теперь отправимся в Атлантос. О, я горжусь этим творением. Древесина из нашего леса не подведет. Это лучший материал на моей памяти. О, я рад это слышать. Так, а тут что? Бродячий писатель. Как призрач на границе между небом и морем, а как восхитителен здешний тропический смузи. Я уже было подумал, а не переехать ли мне в Атлантос, но законы здесь, увы, запрещают миграцию. А, ну, ладно. Так вот, я бы хотел, наверное, сейчас сходить в это, в ладзинь. Ой, давайте сначала устроим ниво на работу. И я тут, знаете, что еще подумал, что 25 тысяч все же много. У нас строительство новых зданий будет увеличивать прирост нашей казны. Поэтому, может быть, построить сначала кучу мелких зданий, а потом уже накопить. Хотя, блин, не, будем копить на площадь, но посмотрим, что у нас умеет наш корабельщик. Где он тут? Получает работу Центра морских технологий. Здорово. Только у нас его нет. Поэтому... Ой, простите. Поэтому вместо Центра морских технологий он временно отправится... Там я кого-то, помните, на поле назначил? Пахать. Кто тут у нас? Ганба. Мм. Ну, давайте сюда же его и назначим, что делать. Во. Несчастный корабельщик пришел, а ему так, ну, ты извини, ты сейчас это, в ферму пойдешь пахать. Лады. Ну, и что? А мы с вами тогда отправимся быстро в Лайтзинь. Там можно нанять еще одного подданного, как минимум. Ну, и посмотрим, вдруг, наконец, обновилась эта... Беркут. Но Беркут никого нового нам не предложил нанять, поэтому я не стал заморачиваться и показывать это. Но у нас здесь с вами есть квест на победу над кипящим магмаром. А мы уже более серьезных вещей побеждали, поэтому почему бы и нет? Давайте наймем нам Юн Гу. Тем более, у нас теперь есть и корабль для этого самого Юн Ги. Но перед этим я бы хотел, наверное, зайти в ресторанчик и купить там что-нибудь на сопротивление огню, я так полагаю, потому что кипящий магмар, мне кажется, будет бить нас именно им. И в боевом эквалайзере я бы, наверное, тоже наше с вами сопротивление. Опс. Неудобно это сделано немного. выставил бы к огню. Вот так. Суперски. А где тут торгуются? Где торгуются? Вот. Вот она, бабушка. Я с шайки! Здравствуй, здравствуй, бабушка. Сила ближней атаки нет. Мяса на гриле нет. Урон атаки. А где-то здесь было сопротивление. Во, защита от огня. Можем купить раз, два, три штучки. Угу. Отлично. Отлично. И посмотрим... А, ну, нам в любом случае на выход. Ладно. Давайте. Такс. Куда нас ведет карта? Ой, не туда. А, карта нас ведет... Ничего себе. Ничего себе. Нам даже, наверное, от Аваланей будет ближе, не? А, кстати, может нам вообще проще телепортироваться тогда? Ну, да, явно. Пешком бы мы долго шли. Да, но еще я бы хотел проверить... Ой, это он? Так, это, по-моему, мягкотелый монстр, да? Давайте еще там подкрутим. А, у нас уже подкручено. Очень хорошо. Монтикора... Да не будем на нее время тратить не придется. Монтикора решила сама за нас, что нам с ней придется пообщаться. А давайте вот так сделаем. Ну, вставай, 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 вставай. О, а хорошо, да? Неплохо зарядились-то. Эй, ну-ка. Ну, иди сюда. Ну, в общем-то, еще пару ударов, я думал, и ей хана. Хотя еще пару ударов, и нам тоже хана. Не хочет помирать. О! Ай-яй-яй. А вот мы почти. Хорошо, что у нас огромный запас целебных двулистников, которых я заранее накупил. Вот и все. Ух ты! Успеть, не успеть, не успели, не успели. Жалко. Хм, солдатская капля света. Фух, ну что? Ой, и этот еще зачем-то на нас пока. Ну, на нем мы ману восстановим. Так и быть. Хуё. А нам вот на этих штук еще крест дали, кажется, да? Ну, ой, вы не видели, сори. Это было, в общем-то, в этом. Хм, топор какой-то крутой. Вполне возможно. А в Беркуте там был квест победить типа семь вот этих штук. Магмовый слайм. Ну, здравствуй. Хм, сам не нападает, но все равно я на всякий пожарный его зачистил бы. Ну-ка. Понеслась. Ух. Ха-ха. Красавчик. Ну, в общем, да. Прокачивать скиллы иногда, видимо, полезно бывает. Фу. Ну, что ж. И вот оно. О-о-о. И вот оно, смотрите-ка. Сундучок спрятанный. Э, заперт. А мы как-то сможем в итоге отпирать сундуки-то, я надеюсь. Так. Монстры спускать необычную ауру. Нет, пока нет. Пока нет. Ну. Ну, а теперь давайте пробовать. М-да. Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Меню-меню-меню-меню-меню. И у нас где-то была хавка. Я же неспроста ее купил, да? Так. Защита от огня. Раз, два, три. Супер. О. Пуняши. Помогаши. Ох. Ну. В итоге просто мы его затыкиваем. Потому что мы немножко сильнее, чем должны были бы быть. Ага. А вот это что за фокусы? Ну-ка. Давай, Роланд. Давай. Фух. Ой-ой-ой. А давайте, знаете, что? Давайте на всякий случай всех подлечим. Потому что бой вроде идет хорошо. И не хотелось бы сейчас обосраться. Говоря русским языком. Ну, благо у нас защита от огня есть. Ай-яй-яй. Вот гаденыш. Ну-ка, Роланд. Ах, хорошо. Эта штука работает. Ну что? Финальный удар. Фух. Даже уровень дали. Ну. Это было почти халявно. но не совсем. Ммм. С этим справились. У нас есть еще одно задание. Эээ. Победите посланника ада. Ммм. На 29 уровень. Это было на 28. То есть, в принципе, должно быть тоже нормально. А где оно? Посланник ада. Оф. 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 Здравствуйте. Я что-то не понял. Оф. 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 Вот здесь где-то? Ну, давайте попробуем. А, у нас, видимо, там не очень все открыто. Ну, как минимум, нам здесь все по уровню. Кстати, вот этих вот штук нам надо наколбасить сколько? По квесту. Я не просто так напал на штуку 12 уровня. А, ну да. Мы можем одним прокастом их всех сбить. Ну, и заодно подлечиться на халяву, чего нет. Не сказать, чтобы нам вот местная экспа или шмотки очень нужны. Так. Интересно, что там за посланник ада. Просто еще два подданных. Это здорово. Это, возможно, увеличит влияние королевства. А влияние королевства, это, в свою очередь, наши доходы. А наши доходы, это, в свою очередь, быстрее построим, что-то. Ну, и как-то мне пока не хочется отправляться дальше в путь. Хочется сидеть и улучшать королевство. Простите меня за это. О, пещерка. Мы, кстати, там можем еще портал какой-нибудь, возможно, обнаружить. О. И следующий эпизод, типа, сделать портальным. Может быть, вообще нормас. Маленькая пещера. Ага. Вот ты какой посланник ада. Интересно, он монстра спускает необычную ауру. А я не хочу с ним сражаться. А, нас к фуняшам не подпустят. Он мягкотелый, но он, наверное, тьмой будет бить, да? Давайте-ка в эквалайзере тогда... Так, мягкотелым, но вот здесь переключимся на... Вода и яд, цвет и тьма, тьме. Или яд у него. Это черт знает. Ладно. Ну, пошли. А он, кстати... Ёшкин ход. Ёшкин ход. Окей. У нас все еще действует защита от огня, но... Сбить его так просто не получится. Ладно, я думаю, если что, фуняша помог. Ребятки, ребятки, не сражайтесь с ним лицом в лицо. У нас же есть для этого фуняши. Сейчас влетит, сейчас влетит, сейчас влетит. Почти влетело. А, когда он нокаут с другого бежит, кстати, можно вполне себе использовать этот момент и... И уворачиваться. Иногда хоть. А, шанти легла. Обидно. Ну что, будем ее поднимать? Я думаю, мы вдвоем справимся, нет? Вот так надо под него подныривать, и все. Ну, не так уж он страшно, кстати. Реально, один хороший тайминг на уворот, и все нормально срабатывает. Интересно, почему он получит урон? Ой, Эван, если Эван сляжет еще, то вот это будет неприятно. Давайте-ка воскресим Эвана. Давайте и шанти воскресим, ладно, так и быть. Эх, правда, у лесники заканчиваются. Но почему-то мне кажется, что я даже один на один его смогу задолбать. Кроме моментов, когда его полностью перекрывает анимация чья-то... Ой, ну, насчет один на один, ладно. Я начал сомневаться. Роланд. Роланд. Ага, она того не стоила. Да, если бы под его меч подныривать... Ребятки, ударятки. Так, он не на нас, он не на нас. Ну все, закончили эту историю. Фух. Это хорошо. О, опять слез ангела. И амулет покровительства. Что это такое? Поддерживаемый монстр, кто бы мог подумать. Конечно, старикам да детям с таким не справятся. Теперь Хаски сможет отдохнуть спокойно. Только нужно объяснить, что я вовсе не воин золотого листа. Вот привереда. А как звучит-то воин золотого листа? Круто ведь, да? Если я и хотел бы прозвище, то только одно. Король Воланьи. А, так вот в чем дело. Так, давайте сразу, пока мы не забыли, посмотрим, что это за амулет. Вдруг наш Роланд. Вдруг наш Роланд. Ой. Амулет. Покровительство. Физическая и магическая защита плюс один. Да, да, спасибо. А там? Стоп, нас развернули. Я же там видел пунь и алтарь. И какие-то ништячки лежали. Хотели нас провести просто. И железная руда внезапно. Ну, что они хотят? Здравствуйте. Из лотаря духов природы доносятся странные звуки. Показывай, что у тебя там. Я не против, если ты мне что-нибудь принесешь в дар. Ой, какая-то вдохновляющая на подвиги пряжа, да? Ну, может, вот это? Нет. Вы положили нежную пряжу. Алтарь духов природы никак не отвечает. Понятненько. Вдохновляющая на подвиги пряжа. Что, знаете, сейчас мы выйдем. И я, наверное, зайду в королевство. Вот, воодушевляющая пряжа. Яркая, словно пламя красная пряжа. Ее внешний вид вдохновляет на подвиги. Вот эту мы обменяем. И помните, еще были там хуняши, которые хотели какую-то еду волшебную, которая желтая к низу, они рассказывали. Что же это такое-то было? Посмотрим. А здесь еды нет, да? А здесь еды нет. Черт. Как же так? Так не может быть. Действительно нет еды. А, ладно. Ладно. Тогда пошли отсюда нафиг. Что ж. У нас с вами здесь надо сдать два креста. Один это... О, огненная Карин. А, но это еще нам не скоро. Юнга? Может, он ближе? Не, они оба, по-моему, на входе где-то, да. Ну, и отлично. Сейчас тогда сходим, сдадим. Потом я опять же вырежу кусочек. Мы с вами зайдем там хуняша. Ну, точнее, вырежу кусочек, как мы бежим. И потом посмотрим, как мы с вами получаем хуняша. И что там за хуняша вообще такой. Угу. Так. Ой. Мы мимо не пробежали, не и не пробежали. Где этот чувак? А вот он. Нет, вот он. Я победил кипящего магмара. Ты правда сделал это? Спасибо. Теперь я буду учиться оружейному мастерству в твоей стране. Хочу когда-нибудь защитить всех оружием, которые ты сделаешь. Давай постараемся вместе и дальше. Конечно. После таких слов хочется выложиться на полную. Хозяин, спасибо и вам за все. Да не за что. Я буду с нетерпением ждать момента, когда ты станешь умелым и опытным оружейником. Суперски. Юнга теперь наш. А задание... Где это... Карин... Ой, Хаски, вернее. Хаски. И еще и ее, получается, мы наймем. Ну, пока все складывается очень удачно. У нас все получается. И вообще. Здравствуй. Вы победили монстра, о котором ты говорила. Я даже не сомневалась, ведь вы воин золотого листа. Как раз хотел сказать, в действительности я не воин золотого листа. Прошу прощения, что перебиваю. Я слышал, меня искала какая-то девушка. Это вы? Что? Кто вы? А, так это, может, это вы настоящий воин золотого листа? Ну, некоторые, правда, меня так называют. Я Шинлау, вы начальник этого королевства. Простите, что не смог сразу сказать. Я не воин золотого листа. Вот он, наверняка, тот самый. Золотистые волосы. И уши торчком. Вы, воин золотого листа, знамениты своим милосердием, который не только владеет боевыми искусствами совершенствиями, но и помогает каждому нуждающемуся, бродя по просторам нашей страны. Ого, обо мне даже так говорят? Не знал. Но я ведь всего лишь делаю то, что должен. Ну, похоже, в этот раз вас спал. Спас король Эван. Позвольте выразить благодарность от всей армии Ладзиня. Леди, простите, что я опоздал к вам на помощь. Не отправил отряд в ваш район. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Что ж, мне уже пора, так что прошу меня простить. Спасибо вам большое. А, я... Как же я могла так ошибиться? В спешке я приняла вас за того, кем вы не являетесь, и подвергла вас огромной опасности. Вы, вы, вы ведь Эван, тот самый король Волании, создатель нового государства. Да, это я. И такое прозвище меня весьма радует. Пусть я и обратилась к вам по ошибке. В любом случае, спасибо за помощь. Позвольте вас отблагодарить тем, что стану одним из жителей вашего королевства. Конечно, я буду очень рад. Добро пожаловать в мое королевство, Хаски. Ух ты. О, походная жизнь. Получает работу штаба экспедиции. Супер. Ну что ж. Давайте с вами тогда перенесемся сейчас в пещеру куняшей. Ну, вот мы с вами и на месте. Давайте смотреть. Так, 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 так. Ну, вот она, воодушевляющая пряжа. Держи. Вы положили вот эту воодушевляющую пряжу на алтарь духов природы. Да, да, давай ты сюда. Отлично, мне нравится твой тар. Ух ты, огненный. Пуняш выпрыгнул из алтаря духов природы. Пуняш красный демон Мефис. О, а огненных у нас еще нет. Что там за фуниши? Робкий. Фуня пушка мне нравится. Водяная пушка. Заводила робкий, осторожный, робкий. А здесь кто? Безрассудный. Ну-ка. Немного повышает эффективность обычных атак. Немного восстанавливает здоровье одного из союзников. Призывает огненную пушку, которая расстреливает врагов некоторое время. И значительно повышает силу атаки пробудившегося игрока. А, почему бы и нет? Ну что ж, и предлагаю вернуться в королевство, разназначить всех на должности. После чего закончить, наверное. Да. Так. Что у нас здесь происходит? Ну, что-то накопилось в казне. Что-то у нас там, по-моему, запасы собрались. О, и тут же воодушевляющая пряжа тут нашлась. Ладно. Так, по-моему, хаски это... Нет. Это не гильдирует окопов. А кто-нибудь есть сюда подходящий? Нет, конечно же нет. А где экспедиция? Вот штаб экспедиции. Супер. Сюда мы можем назначить хаски. И у нее есть походная жизнь, соответственно, мы можем исследовать легкую посту. Увеличение скорости передвижения по суше пригодится. Тем более стоит 150. Ну, как бы вообще смешно. А дальше давайте смотреть, кто у нас из новых. Из новых у нас с вами оружейник. Правильно? Юнга. Так. И кто еще у нас есть из новых? А, по-моему, никого, да? А-ка. Отданные. Все при делах? Все при делах. Отлично. Хм. Ну, что ж. Да. Тогда полагаю, что в следующий раз мы с вами сядем на корабль и поплывем. А пока на этом все. Давайте скажем спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомину Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Алексею Смирнову за то, что продолжают поддерживать канал. Ну, и всем вам огромное спасибо, что приходите смотреть все эти прохождения. В следующий раз нас ждет Атлантос. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо. До встречи в следующем эпизоде. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.